Доброе утро, друзья. Меня зовут Надежда Артуганова. Я представляю сайт работы Тутбай. Так здорово, что вы сегодня в это туманное утро сюда пришли. Я немножко расскажу сначала о нашей компании, чем мы занимаемся. Все вы знаете, что мы сайт по поиску работы и поиску сотрудников. Кроме этого, все цифры представлены на этом слайде. У нас более 2 миллионов резюме сейчас зарегистрировано. Более 70 тысяч работодателей. В районе 28 тысяч вакансий размещено. Но мы не просто сайт по поиску работы и поиску сотрудников. Так как мы обладаем огромными данными по публикации вакансий и резюме, мы можем эти данные использовать, чтобы их анализировать и представлять вам интересные результаты. На базе нашей компании существует исследовательский центр, который как раз таки занимается исследованиями рынка труда в различных сферах. Также мы проводим опросы работодателей и соискателей на предметах настроений в отношении рынка труда. На базе нашей компании также существует центр развития HR бренда, который я курирую. Мы помогаем работодателям стать более яркими и привлекательными для вас, показать свои преимущества в таком более привлекательном свете, чтобы вы захотели у них работать. Вот это задача центра развития HR бренда. Также наша компания является учредителем конкурса премии HR бренд. В этом году уже в шестой раз пройдет этот конкурс. И мы в рамках этого конкурса награждаем компании за лучшие проекты в области работы с персоналом. Давайте немножко познакомимся перед тем, как я перейду к основной части. Немножко с вами познакомимся, чтобы я понимала, на какие вещи мне делать акценты. Подскажите, пожалуйста, кто уже работает в IT? Ага, не очень много. А кто учится на специальность, которая связана с IT, либо закончил курсы? Ага, отлично. А кто вообще никакого отношения к IT сейчас в данный момент не имеет, но хотел бы поменять профессию и в этом направлении развиваться? Ага, спасибо вам большое. Значит, я буду делать больше упор для начинающих специалистов в области IT в своем докладе. Для развития своей карьеры в IT можно выбрать два вектора. Таких вот условных. Я их называла просто работа и работа в стартапе. Что такое просто работа? Какие особенности просто работы? Это, как правило, нормированный рабочий день, как правило, не всегда. То есть у вас обед по расписанию, плюс-минус график ровный. Далее, вы четко понимаете, если вы работаете просто в компании, вы четко понимаете свои обязанности, свой круг своих обязанностей. Вам руководитель дал задачу, вы ее реализуете. Что еще тут такого особенного? У вас конкретная зарплата, обозначенные бонусы, премии. Вы понимаете, что вы можете получить за свою работу. И также вы несете ответственность за блок своей работы. Выполнили ли вы ее, либо не выполнили. Работа в стартапе, вернее, организация, скорее всего, это уже не работа в стартапе, как организация своего стартапа здесь имеет и свои также и плюсы, и минусы. И особенности такого вектора карьеры является, конечно, такая глобальная цель, как вы можете здесь реализовать себя и какую-то свою крутую идею реализовать и, возможно, улучшить мир с помощью этой идеи. Но здесь есть более такие вещи, как, например, ненормированный рабочий день. Ребята, которые работают в стартапе, они могут работать круглосуточно, ночевать на работе, все время только думать об этом и этим заниматься. В никаком балансе личной жизни и работы здесь речи не идет. Здесь нет четко определенных обязанностей, как правило. Один человек может и кодить, и выполнять менеджерские функции, и продвигать свой продукт, то есть и функции маркетолога выполнять в том числе. И вы несете за успех всего проекта в целом, а не только своей какой-то области задач. Поэтому здесь это ваше право выбирать, в каком векторе развиваться. Если говорить про работу в IT, здесь также можно говорить о плюсах и минусах. Я думаю, что ребята, которые уже работают в IT, подтвердят это. Что плюсами работы в IT являются первые самые известные для всех плюсы. Это относительно высокие зарплаты по сравнению с другим рынком труда. Это возможности для роста. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду, что вы можете развиваться как горизонтально, осваивая дополнительные технологии, навыки, и также вертикально, развивая свои soft skills, менеджерские навыки, вы можете становиться руководителем команды. В IT есть возможность работать удаленно. Не все компании, конечно, это позволяют. Но плюс-минус какой-то свободный график, и договориться прийти попозже. Здесь меньше проблем договориться в компании, чем в других компаниях, не IT. И достаточно высокое качество труда. Для IT-шников предлагают компании. Что здесь имеется в виду? Офисы, как правило, оборудованные всем необходимым, даже более чем всем необходимым. Есть и комфортабельные рабочие места с классными удобными креслами, современная техника, комнаты отдыха, классные корпоративы, страховки, медицинские и так далее. С другой стороны, минусы работы в IT тоже существуют. И что касается зарплат, это низкий вход, очень низкий вход. То есть джуниор на старте может получать зарплату практически курьера, а то и меньше. С другой стороны, эту минимальную зарплату можно очень быстро увеличивать, если вы будете постоянно развиваться и показывать, что вы узнали что-то новое и можете больше. Далее, высокая конкуренция в будущем. Так как эта отрасль достаточно конкурентной, очень популярная, сейчас очень активно развивается, появляется все больше компаний и все больше и больше людей хотят работать в этой сфере. Поэтому в будущем ожидается, что будет более жесткая конкуренция за рабочие места здесь. Еще такой стороной является то, что работая в сфере IT, нужно постоянно развиваться. Технологии не стоят на месте, все время появляется что-то новое. Поэтому вам, чтобы быть востребованным специалистом и постоянно повышать свой уровень и уровень зарплаты, нужно все время развиваться. Нужно все время следить за новыми технологиями, ходить на конференции, читать профильную литературу, в интернете смотреть все. Многие конференции онлайн проходят, которые проходят в мире. За этим можно следить. И последним таким минусом, который выделяется при работе IT, это сидячая работа. Поэтому здесь нужно, конечно, это компенсировать физической активностью. И в подтверждение этого мы провели опрос IT-специалистов и спросили у них, что же им не нравится в работе программистом. И первое место занимает такое высказывание, как «ты же программист». Поэтому не стоит к IT-шнику подходить с просьбой «почини чайник» или взловать страничку в интернете своего бывшего. Лучше этого не делать. Далее последствия для здоровья, как я говорила. И тройку вот этих причин, почему не нравится работать программистом, это рутина. Но рутина присуща практически любой работе. Поэтому от нее не уйти. Далее мы спрашивали наших IT-шников о том, что они выберут. Работу в крупной компании, известной, либо работу над каким-то проектом. И большинство, это практически все более 80%, ответили, что им интересен больше проект. Также среди опрошенных IT-шников у нас оказалось почти 25% девушек. Поэтому девушки, их становится все больше и больше в IT. Поэтому вы не стесняйтесь, развивайтесь. До мирового уровня нам еще далеко, но вот такая ситуация. А по возрасту основную массу составляют молодые люди от 21 до 30 лет. И опрашивая наших IT-специалистов, мы узнали, что оказывается почти 50%, 48,67% респондентов не имеют профильного образования в IT. Тут, конечно, это не только программисты. Тут имеются вообще специалисты, которые работают в IT-компаниях. Здесь могут быть и маркетологи, и селс-менеджеры, и тестировщики сюда могли попасть. Но, опять же, это факт, что половина наших опрошенных респондентов не имеет профильного образования в IT. Тем не менее, они работают в IT. Что касается структуры вакансий. Я проанализировала нашу базу вакансий. И на текущий момент вакансии в сфере IT занимают второе место по популярности среди других вакансий. И это 13%, более 13%. Вот я буквально перед выступлением заходила на наш сайт, чтобы проверить конкретную цифру. 3400 вакансий размещено в профобласти IT. И из них в разработке 1700 вакансий. То есть это очень много. Вакансий очень много размещено. И если посмотреть динамику, то в 2017 году по сравнению с 2016 было опубликовано почти на 50% вакансий в IT больше. И в 2018 году по сравнению с 2017 было размещено где-то на 43% больше вакансий. И в 2019 году это число продолжает расти. И мы ожидаем, что оно будет еще больше расти. Что же касается резюме, резюме в нашей базе всего лишь 5% это резюме IT специалистов. Что это значит, если сравнить предыдущие файлы? Это значит, что конкуренция за персонал в IT отрасли очень высокая. То есть вакансий очень много, а специалистов не хватает. Поэтому то, что вы хотите развиваться в IT, это очень здорово, это очень перспективно. Вот если сравнить конкуренцию, то вот синий график сверху, это конкуренция по рынку в целом. Более 6,6 человек на второй квартал 2019 года. То в IT эта конкуренция в два раза ниже, более чем в два раза ниже. Всего лишь 2,8 человека на одну вакансию. Это очень маленький конкурс, очень маленький. Также мы проанализировали размещенные вакансии в разрезе опыта работы. То есть каким опытом работы чаще всего требуются специалисты. Более половины вакансий, 56,5% это вакансии с требованием опыта от 1 до 3 лет. Но тут стоит отметить, что все-таки 16% вакансий размещены для специалистов без опыта. Вот. То есть можно устроиться на работу даже без опыта работы. Но главное показать, что вы знаете и умеете. Так. И последний такой график в аналитике моей о размещенных вакансий. Он показывает, какой процент вакансий IT-специалистов востребованы в различных сферах. Вот 60% размещенных вакансий в IT-сфере это компании сферы информационных технологий. Но также такие специалисты востребованы и в других сферах. Это и банки, и розничная торговля, и СМИ, и маркетинг. Вот. То есть специалисты очень востребованы во всех сферах. Так. Дальше. Это топ 10 востребованных специальностей на сайте работы Тутбай по данным на сентябрь 2019 года. Первые две позиции это тестировщик и PHP-девелопер. Они периодически меняются местами. У них очень близкое по количеству размещенных вакансий. Вот. И они иногда PHP на первое место попадают, иногда тестировщики. В данном случае вот первая тройка это тестировщики, PHP-разработчики и Java-разработчики. Вот. В десятку также входят разработчики на iOS, JavaScript, DevOps, бизнес-аналитики. Это уже не программисты, да. Вот такие востребованы специальности. Следующий слайд. Обычно самый интересный для всех. Потому что это зарплаты. Мы здесь проанализировали зарплаты самых популярных специальностей, которые были размещены на предыдущем слайде. Они тут представлены в убывающем порядке. Это уровень зарплатных зарплат для специалистов уже с опытом работы. Потому что, как правило, для специалистов без опыта работы компании зарплаты не указывают. Вот. Поэтому здесь были проанализированы вакансии для специалистов уровня middle. На первом месте по… и это средние зарплаты. То есть они могут быть ниже, либо больше. Вот. Это те зарплаты, к которым вы можете стремиться. Вот. Самые высокооплачиваемые оказались в данном случае разработчики на платформе iOS. Второе место разработчики .NET. И третье JavaScript разработчики занимают. А сколько мне еще времени осталось? О, еще 9 минут даже. Ничего себе. Да, да. Все успели сфотографировать, да? Я могу пойти дальше. И кроме представленных выше специализаций, мы, анализируя нашу базу резюме, видим, что начинают появляться вакансии с новыми технологиями, которые все больше и больше развиваются сейчас в IT. Это, например, Big Data. Зачем специалисты Big Data сейчас на рынке труда? Все больше компаний обладают какими-то данными очень большими, которые нужно знать, как анализировать и знать, как их использовать в коммерческом плане, например. Для этого нужны очень аналитики Big Data. Поэтому такие специалисты начинают быть востребованными все больше и больше. Дальше. Машины обучения и искусственный интеллект. Это также технологии, которые все активнее и активнее развиваются. Это и нейросети, беспилотные автомобили и все, что с этим может быть связано. Дальше. VR и AR. Это не только игры. Это технологии, которые сейчас все больше используются в коммерции. Например, с помощью виртуальной реальности можно научить сотрудника, как пользоваться тем или иным оборудованием. А технология AR позволяет, например, примерить какой-то предмет интерьера у себя в квартире, не покупая его, как использует компания IKEA в своем приложении. Блокчейн также сейчас все больше вакансий с требованием знания этой технологии появляется. Интернет вещей. Это, например, используется для создания холодильника, который вам скажет, что у вас закончилось там молоко или испортилось, его нужно купить. Компьютерное зрение на производстве используется для того, чтобы контролировать работников, если они работают с пищевыми продуктами, что они там руки помыли, да, перед тем, как приступить к работе. Робототехника, да, тоже сейчас активно развивается, чтобы освободить труд людей. Потому это направление, которое сейчас очень популярным, и специалисты со знанием этих технологий очень востребованы. Это вот такие направления, куда вам стоит развиваться. На этом у меня все. Может быть у вас вопросы остались. Спасибо. 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 Спасибо.